так пришла посылочка андрея татарова андрей спасибо большое это спальник синтетический marmot фирмы модель элит eco 20 на минус 7 он сделанный вес у него 1077 грамм именно поэтому я выбрал его это вообще снарягов было у нас на ужбе у меня там был другой солевский спальник он с частью снаряги улетел на спуске у нас смышляева и почему я решил об этом чуть рассказать специальный комплект мы в прошлом году с ребятами собирали специально для ужбы для летних пятитысячников почему сейчас объясню пух по понятным причинам даже гидрофобный если вы попали в дождь а на технических стенах и на таких горах как ужба вы по-любому рискуете попасть в дождь и если у вас нет синтетических утеплителей там прямолофтовых курточек спальников синтетики как у нас позапрошлом году было у нас меня был пуховый спальник легкий был нордфейс я его специально брал поэтому но во влагу во влажную погоду он перестал работать поэтому мы озадачились набором синтетических спальников синтетических курточек штанов для того чтобы всегда у нас был запас по теплу но естественно вопрос всегда вставал в температуре в легкости этого снаряжения в комфортных температурах у меня был солева вот сейчас андрей мне прислал вместо солевы этот мармут потому что у марка марк привет марк короче купил себе мармут у него чуть-чуть другая модель из более нового материала у него тоже комфорт достаточно хороший температуры и спальник 900 грамм весит то есть следующая модель или т.к. там 15 или что-то там 10 но он уже весит там 1400 1600 такой тяжелый спальник для технической летней горы не нужно килограмма вполне достаточно и плюс к этому бивокзак обязательно обязательно и на высоте и везде вот я давно за него думал но у меня на ютубчике по этому поводу есть видео как мы веселились на мотор хорни без этой штуки да никто не ожидал что у нас так погода поменяется и вот спать во всяких снежных ямах с этой штукой намного приятнее то есть не надо вам там какие-то палатки тащить если вас короткое восхождение техническое там ночевочку где-то провести ночевку 2 даже в этом вполне вполне потому что я использовал на пике корженевской на 6 300 бивокзак мне лень было спальник тащить из 2 в 3 лагерь я в нем вполне две ночи все провел на высоте в холоде все хорошо это у нас фирина муми у меня был другой чуть другого бренда он полегче там 170 грамм это 300 весит но у этого материал более такой попрочнее фольгированные и сейчас мы посмотрим эту снарягу отдельно ну и палочки еще три прислал солевские спасибо это карбон карбоновые секции кроме кажется 1 1 до 1 алюминий как раз который может поломаться остальные у нас карбоновые ну посмотрим сейчас рассмотрим сейчас спальник почему мармот мы выбрали мне понравился марка спальник я потом напишу в инстаграме модель который у него и модель которая вот это мне нравится в том в ней во первых ну фурнитура классная достаточно пакуется в маленький такой сверток ну и конечно же вес это что это синтетический утеплитель то есть если вы под дождем у вас есть и вокзал кто принципе проблем не будет вы не замерзнете все будет хорошо так распаковывать комплекте мешочек такой для хранения как пуха так и синтетики в открытом состоянии разворачиваем так его компрессионный мешок ну размеры как бы да видно я уже сюда упаковал поэтому я в принципе немножко его посмотрел так что у нас тут еще кстати смотрите у него сейчас только увидел у него знаешь есть открывашка основная левая молния открывается до сюда но и есть открывашка здесь я только увидел это и это очень круто потому что если вы спите хотите книжечку почитать ну не знаю что поделать или в спальнике это вообще очень удобно дальше затяжки вот они так на фиксаторе таком что тоже очень хорошо так что у нас тут еще но воротник на воротник понятно карман для телефона вот такой и сейчас мы еще посмотрим по температурам чего не пишут по температурам экстрим минус 23 ну ладно если вы одели весь прямо лофт и все что у вас есть принципе до 23 весело но с бюкзаками думаю можно нормально просидеть более-менее лимит мужской комфорта пишут 5 и 8 градуса ну это уже больше похоже на реальность женский 0 ну давайте будем исходить из того что что-то среднее между эти выберем прям что комфорт комфорт я думаю в ноль в нем очень хорошо и в принципе на летней горе на летней ужбе ну температуры обычно в районе 0 либо плюс либо легкий минус хотя мы ходили в сентябре специально потому что малоснежно на техническом маршруте особенно на мышляве который мы все-таки залезли в прошлом году там как раз ключевая особенность том что на верхних полках не должно быть снега иначе не превращается в водопад все это вам течет на голову с камнями льдом лупит с 200 метров и это становится опасненько для этого маршрута в частности ну и вообще в принципе все все что над стенами в снегу когда начинает таять становится опасным но у нас температура была мы рассчитывали на 0 минус 3 ну по итогу за несколько дней вот как мы приехали начали лезть температура поменялась до минус 15 на вершине я совершенно не пожалел что у меня были синтетические чуни прямолофтовые штаны прямолофтовые куртка я еще думаю зачем я все это понабрал не 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 все нормально не помешало и как раз на этот случай я думают 0 градусов минус 6 и вас еще запас по вещам то есть вам с головой на летние пятитысячники этого хватит плюс он не тяжелый удобно вот она с такой собачкой да здесь пластик здесь пластик я думаю это сделано для того чтобы не закусывала материал здесь прошивка но мормот вообще они конечно молодцы они очень вот к этим деталям внимательные то есть вы закрываете одной рукой да все знают что часто молнии бывает закусывают замок и вы не можете его открыть и это раздражает с утра когда вы вылезти пытаетесь вы пытаетесь не порвать спальник ну здесь вот это решение я думаю поможет так что тут еще ну понятно петелечки для сушки их принципе щиты такой может латкой так все поэтому понятно спальник визуально классный я дал по размеру длинный куда если у вас вот открыто очень очень удобно класс теперь посмотрим фирина 300 грамм весит в нем сейчас покажу почему мне понравился открываем раскатываем вот он и такой он достаточно здоровый тот мой был поменьше здесь есть капюшон во первых здоровый капюшон затяжкой где-то на будто не затяжка вы можете прям нормально затянуть и я вообще офигенно слышал как на слуху это компания но не пользовался ее снаряжением есть замок вот замок и это большой плюс потому что в спальнике залезть в эту штуку но это прям у меня не было замка на предыдущем ну это такое мучение себе и здесь есть вентиляция это очень важно потому что все таки фольгированные мембранные ткани в любом случае все равно вы потеете потихоньку влага оседает внутри и небольшая вентиляция в области ног очень помогает я думаю это очень очень большой плюс ну давайте попробуем простите вода залезли можно сразу так укомплектовать в принципе если вы на какой-то полке ночуете там каремата достаточно часто ребята я видел испанцев на ужбе на габриэле они дюльферяли хотя они залезли со стороны южного столба по какой-то пятерки б у них они палатку вообще какую-то потеряли ночевали на вершине бивок заки и спальники все с головой хватало не в кучку так собрались поспали снега не было ничего не было даже если снег этот рынковый очень поможет вам залезли ну да вы можете закрыть и спальник или локзак меня не страшен снег ветер и всякие там погодные ужасы затянули изнутри себе как вам надо всю эту штуку кстати его на полке за это можно пристраховать еще и вот так вы можете дрыгнуть капюшон здоровый вы можете наверно вообще полностью закрыть и вот так вот спать на полке очень тепло комфортно с этим место в спальнике в принципе нормально более-менее есть потому что я не люблю тесные спальники очень который совсем там повернуться не чихнуть и вылазить удобно открыли раскрылись например там приготовить чай вам надо хотите полностью вылазить все сидите что-то делаете себе удобно удобно вентиляшку тоже надо там достали открыли проветривать конденсат можно вывернуть вытрусить его выглядит вполне себе достойно я думаю когда протестирую в реальных условиях напишу какой-то отзыв пока мне все очень нравится и еще классно что для вакзака вот смотрите он так ширина спальника у нас вот такая закон не вон за принципе примерно такая же он не тесный предыдущий до предыдущего дня был достаточно тесный и я думаю что этот билокзак применим еще в скетуре я думаю я буду брать с собой скетур на случай экстремальных ситуации да там ну или вдруг вдруг что случись вы можете тоже пересидеть выглядит вполне классно райдер про модель получается ну все как то так Андрей спасибо как затестируем так будет какой-то отзыв у нас салева карбониум тур давайте откроем посмотрим я вообще последние годы пользуюсь black diamond фирмой очень достойные палки салева первый раз у меня тоже вот Андрей прислал потому что те палки улетели на ужбе нужны были новые так закруточка такая у него закрыли с боковым поворотиком таким ну за ним надо следить если фирм вы крутите палку когда ставите может вылететь так ну ладно давайте ставим на максимум здесь открываем карбон но опять же я на подъем ставлю себе там 105 110 смотря какой подъем крутизны карбон верху это хорошее решение потому что внизу ну прям не знаю для трейлов каких-то кто аккуратно бегает а когда с рюкзачком шагаешь себе ну можно ее очень легко поломать по весу по весу по весу что не по весу по весу тут не видно надо будет посмотреть и проверить что ну в принципе легкий верх регулировка нормальная штука что-то вылетает ну протестируем варче багато ЕВЕРИ 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 Продолжение следует...